Привет всем моим зрителям, костям моего канала, моим подписчикам. Я очень благодарна, что вы зашли на мое видео, посмотреть, что я для вас сегодня приготовила. А сегодня у нас третья часть разбора, распаковки из Zara. Обещаю, что это уже последнее, потому что я вам должна сказать, что Zara Sale продолжается еще до сих пор, но там уже остались совершенно жуткие какие-то вещи, остатки, вообще непонятно что. Поэтому, как бы, да, я думаю, что я в этом сезоне закончила с покупками на распродажах Zara. Так что мы свернем скоро эту тему. Я забыла представиться, меня зовут Дита, я живу в Канаде, кто у меня первый раз. Я очень вам рада и очень буду рада, если вы поставите мне лайк, напишите мне комментарий, нажмете на колокольчик. Ну, все блогеры это просят, все это говорят, и я в том числе. Ну, если не хотите ставить колокольчик, вернее, ставить лайк и нажимать на колокольчик, то можете просто так посмотреть мое видео и получить удовольствие, если вам понравится. Итак, дорогие друзья, переходим к, собственно говоря, демонстрации. И первое, что на мне сегодня надето, это есть одно из моих приобретений, это платье. Я потом стану, отойду подальше и покажу вам себя в полный рост. Так вот, это платье с сиреневого, такого лилового цвета. И судя по этому платью, вы уже поняли, что сегодня у нас речь пойдет о лиловых, сиреневых, ну, вот, всех вот этих вот оттенках. Потому что, как вы помните, у меня все распаковки тематические. Одна у меня была розовая, вторая у меня была ментуловая, салатовая. И сегодня у нас сиреневый, сиреневый лиловый. Разные оттенки я вам покажу. И больше того я вам скажу, что после моего последнего шоппинг-проку в Сааре, где я вот приложила вместе два свитера, один был сиреневого цвета, а второй был ментулового цвета, я поняла, как это красиво вместе, это сочетание. И я тут посочетаю вот то, что я сегодня вам буду показывать. В основном у нас будут сиренево-ментуловое сочетание цветов. Я надеюсь, что вам понравится, будет это интересно. И вы вдохновитесь, или просто так вот развлечетесь и посмотрите мое видео. За стеной, не за стеной, вернее, на стене у меня тикают часы. Как всегда под это тиканье я буду с вами общаться. Итак, первое платье. Красивое платье на пуговицах сверху. В общем, долго не буду говорить. Сделала его в размере медиум. Заплатила за него 12,99, по-моему. У них сейчас все платья стоят 13 долларов. И рассчитывала, честно говоря, по качеству и на вид оно выглядит как хлопковое платье. Да, оригинал прайс его был 79, то есть 80 долларов. Я заплатила за него 13. Итак, я почему-то наивно полагала, что оно хлопковое, потому что оно так выглядит и так ощущается. Но на самом деле это там плестер и немножко вискот. То есть, в принципе, состав себе не очень, но чувствуется легонько такое хлопковое. На мне же сегодня надеты сережки. Я потом их сниму поближе вам. Ставлю фотографии, потому что здесь вот так не видно. Они тоже такие в сиренево-синих, зеленоватых тонах. Такой пластик. Тоже купила на распродаже. Сейчас они по 3,99, 4 доллара. Пластиковые серьги. Большие, массивные, но очень легкие, потому что это пластик. И вообще на ушах они не чувствуются. Ну, это, конечно, любители. Я люблю, а кто не любит, то не любит. И они очень вписываются под мою сегодняшнюю тему, сиренево-минтового цвета. Поэтому вот я их надела и буду в них демонстрировать свои наряды. Значит, платье. Перейдемте к... Что у нас дальше? Что у нас следующее? Давайте посмотрим. Ага, хорошо. Сейчас покажу. Следующие две вещи. Это, собственно, две вещи. Почему? Потому что я их собираюсь вместе надеть. Еще не примеряла, если честно. Не примеряла, поэтому не знаю, как это будет выглядеть вместе. Но надеюсь, что будет выглядеть хорошо. И я вам это все покажу. Значит, первая вещь – это вот такая вот юбка. Тоже сиреневая. Немножко с таким, знаете, расцветкой с зелеными цветами. Еще раз напомню, что я все это продемонстрирую на себе. Так что не переключайтесь. Дождитесь демонстрации. Я надеюсь, что вы дождетесь ее после моих долгих разговоров. Но я постараюсь побыстрее. Сиреневая юбка с очень красивыми цветами. Светло-сиренево-розовыми и зелеными листиками. В общем, очень красивая расцветка. У нее спереди какой-то вот такой узел, запах. В общем, что-то такое. Ну, такая сложная конструкция. Немножко она светится. Поэтому желательно, конечно, в ней носить какой-то подъемник. Или светлое белье. В общем, если вы не боитесь того, что солнышко на вас будет светить, то ничего страшного. Значит, взяла я ее в размере large и заплатила я за нее долларов 8, по-моему. 7,99. По-моему, юбки у них сейчас все по 7,99. И собираюсь я ее примерить вот с такой вот блузкой. Ну, опять же, девочки, на любителя. Очень много оборок. Очень много таких рюшечек девочковых. Это размер medium. Заплатила я за нее долларов 8, 9, что-то такое. Ну, не больше. Наверное, 9, может быть, 10. Ну, в общем, что-то такое. Вот такая вот. Она сделана из такого гофрированного... Гофрированного гофре. Не знаю, как называется. Типа крепдушин. Вот. Хочу их примерить вместе. И я думаю, что это будет неплохо. И посмотрим, как это будет выглядеть. Следующая вещь. Это тоже платье. Я бы сказала, темно-лиловое. Потому что... Ну, сиреневое, это больше вот такой цвет, правильно? А вот это больше лиловый цвет. Ну, в принципе, это те же самые, одни и те же оттенки. Оно короткое. Сделано такое летучее мышью рукав. Здесь вот оно все... А, до пояса оно напугается. Здесь такая кулисочка протянута. В общем, сделано из такой ткани. Напоминает... Напоминает, как будто бы такой хлопок... Смесь хлопка с шелком. Ну, конечно же, это же нет. Размер large тоже у меня. Я вам еще объясню, почему я беру в короткие вещи размер large. Потому что они немножко длиннее. Потому что в заре иногда бывают такие короткие вещи, которые, ну, настолько короткие, что все-таки... Даже даме не только моего возраста, но и любого другого. Может быть, это не слишком... Со всеми, если только девочки молодые. А размер large, ну, во-первых, он как бы пошире. Я вполне себя так хорошо ощущаю в размере large в зале. Плюс ко всему, если это ведь короткое, то она немножко длиннее. Состав я вам сейчас прочту. Я думаю, что это Liesel. 100% Liesel. Ну, да-да. Вот так вот оно ощущается. Вот такого вот качества. Следующая покупка – это лиловый пиджак. Тоже я бы не назвала его сиреневым. Я бы скорее сказала, что он лиловый. Потрясающе красивый цвет. Вообще, мне кажется, что у меня этот цвет идет. Правда же? Мои волоса, мы всем остальным. Цвета кофе я имею в виду, цвета глаз. Размер medium. Стоил он 99, но я его купила за 25, кажется. Или за 19, я уже точно не помню. И что-то в районе 20 долларов. 20-25 долларов – это то, что сейчас у него это стоит. У него такие золотые пуговицы. Он двубортный. С золотыми пуговицами. Потрясающий цвет. Вообще, просто убойный цвет. И нравится мне. В общем, люблю такие цвета. Яркие, очень броские цвета. Еще одна вещь – это свитер. Вот он совершенно обыкновенный. Абсолютно обыкновенный свитер. Вот такой вот свитер. Но красота в нем в цвете. Очень-очень нежно-сиреневый, светло-сиреневый цвет. У меня размер medium. Мог бы быть и смол, но смола не было. Пришлось взять medium. И он довольно-таки широкий, объемный, большой. Ну и ладно. Ну и хорошо. Состав у него, конечно же, полиэстер. Я не думаю, что у него есть какая-то шерсть. Опять я вязать очков, и опять я ничего не вижу. 21% шерсти, 8% пальпака. Не так все плохо. Я даже не ожидала. Я чуть была уверена, что это совершенно полиэстер. Свитер стоил мне 15,99. Все свитера и все трикотажные изделия у меня сейчас по 16 долларов. Вот такая вот милейшая совершенно сумочка. Ну вот такого вот среднего размера. У нее есть две ручки, у нее есть такой вот ремешок, что ее можно носить на плече. Здесь завязки. Я думаю, что их можно затянуть. Да, можно, можно. А, вот как. Она получается такой тормочкой. Больше того, это можно, наверное, завязать. Да, конечно. Не надо было это сделать до камня. Ну, так. Проматываем. Проматываем, проматываем. Окей, все. Вот так. Вот такая вот милапа. Стоила она 7,99. 8 долларов я за нее заплатила. Она была очень дешевая по причине того, что она у них была special price. То есть она была 40 долларов стоила у них до распродажи. В принципе, она была уже на такой митильный цел. И потом такие вещи, естественно, чем дешевле она стоила в начале, тем дешевле она стоит на распродаже. И последняя вещь. Она не совсем сиреневая, не совсем лиловая, но где-то близкий цвет, такой бортово-лиловый немножко. Потрясающий совершенно плащ. Сейчас я вам покажу. Так, это плащ. Я, если честно, когда заказывала и на картинке смотрела на него... Ой, мне тут... Как это называется? То, что в окне блайнды... Что-то по-русски название? Ну, в общем, плащиковая на окне штука, которая защищает от солнца. В английском блайнде, по-русски завода. А от них у меня вещи, получается, в милиции, я пытаюсь обвинять на мне вот эти вот полозочки, такие света. Очень смешно. Я просто объясняю, что на мне такое. Ну, это неважно, на самом деле. Короче говоря, когда я его заказывала, я думала, что эта кожа, там пряжка, она мне прям по полу делает странные звуки. Потому что пряжка металлическая. Совершенно точно. Короче, я думала, что это кожаная вещь, что это заменитель. Кож заменитель такой тонкий. Если честно, я так и не поняла, что это. Я потом подойду, покажу вам во ближе, как это выглядит, когда я его надену на себя. Очень трудно понять, как он выглядит без того, чтобы его примерить. У него нет подкладки. То есть вот эта вот материя, она есть внутри. Если честно, это какая-то такая... Это что-то гибрид между кожзаменителем и тканью. При этом все еще такое сжатое-мятое. В общем, очень интересная вещь. Он с поясом. И взяла я размер medium-large, потому что там есть два размера. Small, extra small, medium, large. Я решила, что... Ой, пытаюсь отодвинуться от этих... Это у меня на лице, они не очень красивые. Я взяла... Взяла medium-large, потому что... Потому что это мой размер. И на самом деле он не подходит. Он мне хорош. То есть он идет двух размеров. Extra small, small и medium-large. Extra small, small я не тескнула. Это плюс ко всему еще я... А его не было. Ну, только medium-large, что, собственно, мне и хорошо. Все, да? Все? Все. Переходим к примеркам. Так, первое платье. Значит, выглядит оно следующим образом. У него здесь вот три пуговицы. И здесь вот по талии идет такая собранная резинка, что, в общем, как бы сразу делает... Создает талию. У кого есть, у кого нет, по-моему, тоже. Все здесь вот... Здесь, по-моему... Да, здесь есть пуговицы, но они скрытые. А вот три пуговицы здесь вот сверху. И вот так вот оно выглядит. Симпатичное платье. Ну и чтобы два раза не вставать, я решила померить его это платье с пиджаком. Вернее, чтобы вам продемонстрировать пиджак. Я просто надела его сверху на это платье. Получился такой монохром. На самом деле, я не уверена, что это выглядит хорошо вместе. Почему? Потому что платье такое хлопковое, как будто бы хлопковое. Не совсем в тематике этого пиджака. Но... Как вышло? Может быть, надо было с чем-то другим его померить? Потому что здесь пуговица, здесь пуговица. Ну, в общем, я делаю вам не столько образ, сколько просто примеряюсь эти вещи, чтобы вы имели представление, как это выглядит, размеры. И, в общем, все вот это вот и взяла. Сумочку. То есть, три сиреневых цвета. Вы знаете, что интересно, что сумка выглядит немножко даже голубая на фоне вот этих вот лиловых цветов. Покажу вам, как все это выглядит вместе. А на мне, кстати, такие бордовые ботинки. Просто... Ну, просто такие ботиночки. Они не сиреневые, но, в общем, где-то перекликаются, подходят по цвету. И вот так вот это выглядит все вместе. Симпатичный пиджачок такой, знаете, из серии приталенных пиджаков, которые снова вошли в моду. То есть, не из тех, которые были когда-то, а из тех, которые снова вошли в моду. И как бы вот повторяет немножко те пиджаки, которые были приталены там 5 лет назад в моде, или 10 лет назад, ну, в общем, давно, короче. А сейчас они немножко другие, в принципе, похожи, но другие. Я подошла поближе, потому что я сама себя плохо вижу, поэтому мне хотелось посмотреть, как это выглядит. Второй мой аутфит. Это блузка вот эта вот с оборками. В ужасающих оборочках. И юбка сделана, и у нее очень интересно сделан пояс. Вернее, пояса нету, но здесь какой-то такой узел. Потом вот тут вот запах. И, в общем-то, конечно, цветочки-оборочки. Ну, вот такой вот я не минималист. Я знаю, что они все это любят, это не всех вкус, но я люблю, вот, девочки. Если вам не нравится, то простите, пожалуйста. Есть много каналов, где минималисты показывают свои образы и свой аутфит. Так это выглядит, в полный рост. Юбка немножко... Я бы, знаете, что сделала? Я бы ее немножечко вот тут вот схватила бы за пару стежков, потому что она так распахивается прям до самого... До самого не могу и никуда. Но это не совсем удобно, особенно если учесть, что бывает ветер иногда. Просто ее нужно зашить. Сделать пару стежков и все выложишь. Возвращаясь к теме сиренево-лилового и менторового цвета, сочетание. Вы помните, этот кардиган большой, широкий. Я вам показывала в моем прошлом видео, тоже из Зары. И я решила его вот так вот вместе надеть. Тем более, что в юбке есть такие зеленоватые цветочки. И так подходят к этому образу мои сережки. Я вам сейчас продемонстрирую. Видите, какие у них зеленовато-сиреневатые такие синие оттенки. Здесь сиреневое с зеленым. И взяла я вот эту сумочку, надела. Чтобы я немножко увеличила ремешок. Чтобы оно было по ниже, мне кажется. Так как-то немножко вкусно выглядит. Сейчас, подождите. Ну, так лучше немножко. Очень ярко, очень по-весеннему, правда. Мне кажется, очень красивое сочетание. И довольно-таки, ну, такое, свеженькое. Весенне-свеженькое. И свеженькое-весенне. С этой же юбкой я надела свитер. Вот этот сам свитер, который тоже немножко такой лилово-синий, я бы сказала. Он такой не ярко выражен, сиреневый. В принципе, сиреневый, но очень светло-сиреневый. И, в принципе, свитера для меня, опять же, это все еще одежда на весну. Потому что мы свитера здесь носим до лета в Канаде. Поэтому вот свитер с такой юбкой шелковистой, легкой такой. Очень, по-моему, весенний образ. Неплохо смотрится. Весенний на образ в странах, где климатические условия похожи с канадскими. В поддержку сочетания сиреневого с ментолом я нашла такую сумочку у себя. И видите, как она подходит к... плохо видно. К цветам на платье. Ну, я сейчас дальше отойду. К зеленым цветам на платье, на юбке. Ой, простите. У меня уже немножечко... Немножко все перепуталось. И надела вот такие туфли, тоже такого ментолового цвета, зеленого ментолового цвета. Вместе с этой юбкой они подходят. И, в общем, к поддержанию темы сиреневого с ментолом. Кстати, его можно носить как плач. Если брать этот ремешок, его можно, в принципе, спрятать. А можно просто вот так держать руки. Последнее платье. Вернее, у меня еще есть плащ. Никуда не уходите. Я хочу, чтобы вы его увидели. Он очень интересный, очень необычный. Хочется мне здесь карманов, но их нет. Я подойду поближе, чтобы вы, может быть, смогли понять, что это за ткань. Мятая. Не погладила. Прошу прощения. Да, надо было бы его, конечно, погладить сначала. Но, так как я не видела, что оно такое мятое. Здесь у меня солнце падает, поэтому выглядит оно очень, очень, не очень презентабельно. Ну, простите. Вот такой вот фасон, летучая мышь. Здесь на рукаве, в принципе, резинка. Можно его опустить. Но мне удобнее, когда я его поднимаю. Таким образом, как бы, у меня руки становятся свободные. Потому что, если опустить руку, то нет, не очень. Я надела еще пояс к нему. Ну, так, немножко разнообразить его. Сейчас я отойду подальше, чтобы вы посмотрели, какой оно длины. У меня есть три варианта обуви. Я бы хотела вот вашего мнения спросить по этому поводу. Значит, вот такое оно длины. Можно, конечно, его надеть с черными непрозрачными колготами. Возможно, он будет лучше. Может быть, и нет. Потому что оно, в принципе... Ну, да, можно. Если так. Мы просто поговорим о зиме. Но оно не очень короткое. Но, в принципе, в меру короткое такое, ничего страшного. Вполне. Я ношу такую длину. Очень даже себе ношу. Давайте, допустим, кто-то немножко длиннее. И сейчас я надену его сплощом. И потом покажу несколько вариантов угли, которые я бы хотела. Вот, вашего мнения. Как вы считаете? Сначала хочу вам показать этот плащ, не расстегнутый. И подойду поближе, чтобы вы поняли, что это за ткань. У него здесь такой широкий большой воротник, который, в принципе, можно все это застегнуть. Пояс. Причем сзади он сделан, видите, как? У него такая шлепка, чтобы продевать пояс. А он такая широкая. И он, знаете, у меня такое ощущение, что он какой-то такой немножко прорезиненный. Вот у меня такое чувство, когда я вот так надеваю, думаю, сюда. Мне все время кажется, что он с какой-то резиной. Вот здесь на манжетах тоже такие. Вернее, на рукавах манжеты. Вот так он выглядит. Сейчас я его застегну, завяжу. Он тут, кстати, двубортный. То есть его можно застегивать вот здесь вот кнопки. Вот тут. И внутри тоже. А можно, если вам хотите пошире, как бы он... Поэтому, наверное, он идет размер medium-large, extra small-small. Потому что он, в принципе, может быть как бы на два размера. Пряжка металлическая. Такая вот, просто черная. Ну, вы знаете, что я обычно такие плащи не завязываю на... Не застегиваю на пряжку, а просто завязываю... У меня там пояс внизу на платье, поэтому не очень хорошо получается. Надо бы его снять. Наверное, я сейчас так и сделаю. Вот так он выглядит. Сейчас я отойду подальше. Да, я сняла пояс с платья, чтобы мне было удобно его завязывать. Так он выглядит лучше, как бы подчеркивает талию, потому что там пояс мешает. Вот так он выглядит издали. Очень красивый плащ, действительно такой, знаете. Вот это все можно здесь застегнуть и поднять этот воротник, и он будет вот такой высокий. Но я считаю, что это не нужно. Сзади у него вот такая вот большая... Сейчас я уберу волосы, они, наверное, мешают. Видите, какая у него... Я не знаю, как называется этот элемент одежды. Кокетка? Нет, не кокетка, но вот в плащах, знаете, когда вот такая вот сзади такой... Элемент! Не знаю, не могу спорить. Сейчас я надену другую обувь и покажу вам, и вы мне скажете. Что лучше. Возможно, еще такой вариант с грубыми ботинками. Тоже, по-моему, неплохо. Кстати, сейчас я сниму плащу, покажу вам платье с этими ботинками. Интересно, как это выглядит. Возможно, даже лучше, чем с теми ботиночками, с которыми я поняла. Потому что платье такое коротенькое. Я думаю, что с этими ботинками оно будет выглядеть лучше. Как вы считаете? Еще один вариант этого же платья с высокими сапогами. Все-таки у нас весна. Весна не лето. Весной вполне можно носить высокие сапоги и вот такой вот плащ. Как вы считаете? Что выглядит лучше всего? Запыхалась, бежала. Ходила за сапогами. Мне просто во время съемки пришла эта идея, что можно попробовать разные обуви. Я не приготовила ее. И побежала в шкаф за сапогами. Скорее-скорее бегала, запыхалась. Все, дорогие девочки, дорогие зрители, мальчики. У меня в последнее время, кстати, по статистике прибавилось количество мужчин, которые смотрят мой канал. Мне приятно. Спасибо большое. Продолжайте смотреть. Те, кто любят моды, все, кто любят примерки, распаковки, жопинг и истории о жизни в Канаде и вообще. Мальчики, девушки, я вам всем очень рада. Итак, буду прощаться. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравилось. Было интересно. И до скорых встреч. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Люблю, целую. Пока-пока-бай. Ваша Бита.